Искать самолёты и спасать космонавтов теперь будут по последнему слову техники. Недалеко от аэропорта Кольцово открылся авиационно-поисково-спасательный центр. Под впечатлением от увиденного остался даже герой России, лётчик-космонавт Геннадий Падалко. Ну и, конечно, моя коллега Анфиса Тимирзярова. Она способна оглушить и слепит глаза, зато на месте авиакатастрофы просто незаменима. Ночью установка способна осветить местность в радиусе две сотни метров. Новинки техники спасатели демонстрируют в честь новоселья. Сегодня в Екатеринбурге открылся новый авиационный поисково-спасательный центр УРФО. Теперь поиск воздушных судов и космических объектов максимально автоматизирован. По спутнику отследить могут передвижения нашей группы. Может нас поправить, могут нас отыскать. Профессиональный спасатель Сергей Кочин показывает нам коммуникатор. Это и навигатор, и средства связи с координационным центром, куда стекаются все данные о ходе поисково-спасательных операций. А это еще одно новшество, которое поможет спасателям держать связь с внешним миром. Что-то вроде скайпа. Изобретения московских конструкторов пока только тестируют. Специально для журналистов провели видеоконференцию с участием спасателей из разных регионов. Докладывает старший сменой Пермской РПСБ Борисовик Павлович. На дежурство выступила парашютно-десантная группа. В гараже автомобиль для транспортировки приземлившихся космонавтов. Машину критически осматривает герой России Геннадий Падалко. На его счету 9 выходов в открытый космос. Но в такой реанимобиль поднимается впервые. Узкий проход был очень. Она была небольшая по высоте. Очень сложно было заползти только на колени. Имея эти поручни, передвигаясь по помощи врачей, ну и самому нужно привыкать ходить с первых минут. Новый центр площадью почти 4000 квадратных метров построили буквально за два года. По федеральной целевой программе только одно здание обошлось в 500 миллионов рублей. Снаружи центр напоминает диспетчерскую аэропорта. Тех людей, кто занимался планированием, чтобы архитектура и внешний облик здания вписался в общий архитектурный ансамбль аэропорта. Сейчас подобные центры строят в Самаре и Хабаровске. Всего в России их будет семь. Анфиса Тимирзярова, Владимир Середа. Новости 4 канала.